Тема моего сообщения довольно проста, с одной стороны. Предыдущие выступающие уже говорили о том, что вопросы острого цистита для амбулаторного уролога, это, по сути дела, до половины приема, который занимает. Поэтому, в общем-то, считаю, что актуально проблемы острого цистита у женщин. Но вот еще Лилько в 88-м году профессор Лилько сказал, что цистит легко получить, трудно избавиться. И он абсолютно прав, потому что до 50% больных в последующем имеют рецидивное течение. Это, в первую очередь, состояние, которое сопровождается резким дискомфортом и снижением качества жизни. Проблема, с которой сталкиваются женщины всех возрастов. 25-35% женщин – это средний работоспособный, что самое главное – половозрелый возраст. Отмечается как минимум один эпизод инфекции нижних мучевых путей в год. Ну, что касается инфекционных агентов, то понятно, что это наберут данные Ишерихи и Коли, 77%. Ну, кстати, примерно в том же проценте случаев и данные Рафальского, и в том, что при остром цистите в основном это монотерапия, 96% и так далее. Причина острого цистита, я думаю, тоже всем хорошо известна. Это широкая и короткая уретра, близость естественных резервуаров инфекции, физиологические изменения, беременности, роды, несоблюдение гигиенических рекомендаций и переохлаждение. Понятно, что переохлаждение не является причиной острого цистита, а лишь способствует как способствующий фактор. Ну, а имея рядом прямую кишку, имея рядом влагалище, то, естественно, схема бактериальной колонизации слизистой оболочки влагалище абсолютно четко констатирует тот факт, что снижение качества личной гигиены стоит в красном углу, далее кишечный резервуар микроорганизмов, нарушение первичных антибактериальных защитных механизмов, снижение клиренса бактерий по слизистой оболочке влагалища, ну и бактериальная колонизация оболочек слизистой влагалища. И не случайно я говорил о том, что это именно половозрелый возраст, 25-40 лет, который наиболее часто страдает именно острым циститом. И вот ретроградный транспорт микроорганизмов по мочеиспускательному каналу, мочевой пузырь, ну и опять же здесь стоит интервагинальная дистопия, то есть гипермобильность уретры, наружного отверстия уретры и самой уретры. Ну и так далее. Зияние наружного отверстия уретры, это идет интервагинальное смещение наружного дела уретры. И не случайно в последнее время появились статьи, их, ну не могу сказать, достаточно много, но тем не менее, так называемые посткаэтальные циститы, особенно в молодых, которые живут нормальной сексуальной жизнью. Ну, после того, как возникли первые симптомы острого цистита, куда же обращаются эти пациенты, бедолаги? Вот на этой таблице, на этом слайде представлен российский менталитет. Вот, если вы обратите внимание, ой, если вы обратите внимание, не медработники составляют почти четверть, то есть обращаются к соседям, друзьям, товарищам и так далее. Само лечение еще 18, почти 20 процентов. Если вы обратите внимание, к урологам лишь 15 процентов обращается. Ну уж другой разговор, что это женщины, боли внизу, живота, рези и так далее, ну хотя бы к гинекологу. Они, к гинекологу, они тоже не торопятся. Поэтому 55, с лишним, почти 56 процентов больных обращаются куда угодно, кроме как к врачам соответствующих специальностей. Ну вот механизмы защиты. Это кислая реакция мочи, механическое удаление бактерий потоком мочи, слизь в моческательном канале, клетки тела, задерживающие и уничтожающие бактерии. Вот мы проследили группу в 58 человек, 34. 34 это основная группа и 24 группа контроля. Ну вот если обратите внимание, то у нас тоже получается средний, это трудоспособный возраст. Потому что старше 60 лет было 3,2 человека. То есть преимущественно трудоспособный возраст от 18 до 50 лет. А вот длительность заболевания от первых симптомов до обращения к врачу. Если помидуя о том, что это разговор идет об остром процессе, остром воспалительном процессе. И тем не менее, в среднем 2,5 суток, это подавляющее большинство, почти 80%, обращается только на третьи сутки от начала заболевания. Вот медикаментозное лечение этих групп больных. Основной группой мы назначали это цифалоспорин третьего поколения, супракс. Назначали канифрон и урваксон. И контрольные группы получали только супракс и ножку. Поэтому и вот что было при наблюдении за этими больными, за этими обеими группами в течение 12 месяцев. То есть те больные, которые получали и фитотерапию в виде канифрона, и иммуномодулятор с урваксон, через 3 месяца рецидива болезни не было, а в контрольной группе у 2 человек из 24. Через 6 месяцев основной не было рецидива, и в контрольной группе 3 и 12. Итого получается в течение 12 месяцев в основной группе 3 рецидива 8%, и лишь 5 больных, 5 пациенток через 12 месяцев 41%. То есть почти в 5 раз меньше, нежели в основной группе. Ну, необходимо только здесь еще сказать одну вещь. Препараты, иммуномодуляторы, тот же урваксон, назначаются в течение 3 месяцев подряд, несмотря на то, что получают антибактериальную терапию в течение недели. То же самое и с канифроном, то есть растительным препаратом, обладающим и противовоспалительным эффектом в том числе. Тоже в течение как минимум 3 месяца подряд. И вот мы говорим о канифроне в качестве монотерапии. Значит, он как монотерапия использоваться в принципе не должен при острых циститах. И в то же время при долечивании рецидивирующих инфекций, профилактика обострения хронических инфекций, лечение в тех случаях, когда антибиотикотерапия, ну, невозможно. И вот алгоритм лечения при бессимптомной бактериуреи, который очень часто наблюдается еще и у беременных женщин. То есть мы делаем УЗИ почек с целью исключения обструктивного характера. Дальше назначаются антибактериальные препараты, включая канифрон и уровоксом. При отсутствии эффекта госпитализации, тогда уже назначаются антибиотики. Поэтому мы считаем, что лечение острого цистита, хоть это и банальный процесс, считаем, что должно быть комплексным. И обязательно больные должны находиться под наблюдением врача. Так как Олег Борисович Лоранц в одном из выступлений сказал, что купирование острого, эпизода острого цистита еще не есть гарантией излечения больного. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.